10 интересных фактов о корейских актеров, которые вы, возможно, не знали. Специально для вас, Дарамщиков, я сидела и собирала все это, чтобы вы больше знали. И если вам понравится этот ролик, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Это канал Минки Интертеймент и ваша Лиса Ран на связи. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Но сегодня я так нервничал, что не знал, как двигать своим телом на первом фото. Но тело все помнит, даже если ты очень сильно нервничаешь. Его похвалили за то, что он великолепно выглядел на фото. Я думаю, со временем стало намного лучше. Я очень надеюсь, что все получится. Мои фанаты видят меня впервые за 2 года. Я набрал 10 килограмм, поэтому за несколько дней до фотосессии сел на строгую диету. Близкую к голоданию. Эта диета была особенно жесткой, потому что в наши дни мы не можем тренироваться в спортзале. Мне пришлось походить за счет домашних тренировок и диеты, поэтому я чувствовала, что мое тело высыхает. Чон Сок поделился, что раньше был очень стеснительным и после перерыва как будто вернулся на 10 лет назад. Я немного другой, потому что стеснительный и интроверт. Когда я был молодым, хотел быть как певец Рейн, считая его очень крутым. И начал брать уроки актерского мастерства. Стал заниматься театральным искусством и тренироваться. А после дебюта усердно работал на протяжении 10 лет. Сейчас, после двухлетнего перерыва, я чувствую, будто вернулся к тому стеснительному, замкнутому молодому себе. Ощущаю ли я, что я обнулился? Не уверен. Я немного опасаюсь за свою будущую деятельность. Даже сегодня мне было интересно, почему я нервничаю на фотосъемке. Но я стараюсь держать это под контролем, поэтому мое лицо не краснеет. И да, все были в восторге, когда увидели Чон Сока с длинными волосами. Вы посмотрите на это. Актер Со Джун Он снимался в таких драмах, как «Мадам Антуан», «Высшее общество», «Хай Джекил и я». Еще в 2014 году на шоу «The Discovery of Love» рассказал о своих привычках во время отношений. Он признался, что с ним трудно. «Если мне неинтересно или я не понимаю, что чувствую, я очень равнодушен. Однако, если мне кто-то начинает нравиться, я становлюсь очень чувствительным и даже одержимым своей девушкой». Сейчас Со Джун женат и является отцом. Напишите в комментариях, вы знали, что у Су Джуна есть название фандома? Я вот нет. И не только название фандома, но и свой канал. Ну че, прикольно, да? 25 января Пак Су Джун опубликовал на своем YouTube-канале видео под названием «Найди настоящее название для фандома». В видео Пак Су Джун сказал, что его завалили просьбами выбрать официальное название для своих фанатов. Со Джун зачитал список названий, предоставленных фанатами, и объяснил, что хочет найти интересное. Было много вариантов. Асист. Оказание поддержки. Джунба. Корейское сокращение «Отсмотреть только на Пак Су Джуна». Доктор. Бокс. Офицер. Сотап. Сочетание имени Су Джуна, Стафа и слово «шаг». Прочитав множество других вариантов, Пак Су Джун вернулся к более раннему предложению. Чём Джу. Хранитель запасов. И поделился. Я думаю, что оно хорошее. Официальное фан-кафе Пак Су Джуна называется «Офис Пак». И фанат, предложивший Чём Джу, использовал тот факт, что название звучит так же, как и «бокс офис», что переводится «кассовые сборы». Пак Су Джун зачитал значение, которое гласило. Название предполагает, что все фанаты играют большую роль, поскольку каждый из нас в разных местах представляет своё собственное отделение. Пак Су Джун остановился на Чём Джу и прокомментировал. «Мои Чём Джу, спасибо! Спасибо за множество продолжений! В будущем я буду продолжать упорно трудиться, чтобы стать актёром с положительным влиянием на общество и хорошо выглядеть в глазах моих Чём Джу. Те, кто недавно начал поддерживать меня и те, кто поддерживал меня с самого моего дебюта, вы все мне дороги. Чтобы постоянно показывать вам хороший и зрелый имидж, я выбрал название своего фандома Чём Джу. Так что я стану Пак Су Джуном, который работает изо всех сил. Наконец, ещё раз спасибо за то, что прислали столько предложений. Он закончил видео со словами «Оставайтесь здоровыми и сильными». Вот такие вот дела. А вам нравится Пак Су Джун? Скорее напишите об этом в комментариях. И не забудьте подписаться на его канал. Ссылочку оставлю в описании. Актёр-новичок, который так всем полюбился в дараме «Истинная красота» – Ван Ин Йоп. Я сама из тех, кто стал остайнить его после данной дарамы. И уже, наверное, никого не удивишь, что ему исполнилось 30 лет. Но как же удивился, Ин Йоп увидел, как его количество подписчиков в Инстаграме стало расти с бешеной скорости. Я был удивлен, что многие посещали мой Инстаграм. Фактически, после дарамы снова 18 я был занят съёмками «Истинной красоты» и не мог осознать всей популярности. Но когда люди, которых я не знаю, иногда посят автографы, я чувствую, что что-то отличается от прежнего. «Большое спасибо», – сказал Ин Йоп. Прочитав пару интервью о Ин Йопе, я так рада за этого человека, что его мечты сбылись. «Моя мечта стать моделью и актёром никогда не менялась. С тех пор, как я учился в начальной школе, я смотрел с моими родителями много дарам и фильмов. И я думал, что работа актёра была отличной. Но когда я стал учеником средней школы, я почувствовал, что должен стать актёром. В письме, который учитель написал мне в школе, есть строка «Надеюсь, ты будешь моделью и актёром». Я до сих пор храню это письмо, и я не думаю, что в моей жизни были мечты, которые я хотела бы осуществить больше, чем эти. И как вы уже поняли, до того, как стать актёром, наш красавчик работал моделью. Вы посмотрите на него. Модели могут бросать вызов самим себе. Но я думал, что актёрство – это другая работа. Вот почему я начинал моделировать. В конце концов, время шло, а я продолжала сожалеть о работе актёра. Я поставил перед собой задачу попробовать её, даже если это не сработало. В итоге я пришёл к этому. Было немного поздно, но теперь, когда я могу показать того актёра, которого хотел, я должен усердно работать. Каждый момент сейчас так драгоценен. Хван сказал о том, каким он в будущем хочет быть актёром. Актёр, которого люди с нетерпением ждут. Например, когда я смотрю превью дорамы или фильмов с моими родителями и говорю, «В этом то-то и то-то. Давайте посмотрим, несмотря ни на что». Если бы я смог стать таким актёром, которого люди с нетерпением ждут, и которого актёры знают, что могут мне доверять, я не думаю, что есть что-то, что могло бы сделать меня более счастливым. Я надеюсь, что наступит момент, когда люди скажут. Я слышал, что Хуан и Ньёп участвуют в этом. Я с нетерпением жду этого. Ой, не беспокойся, Хуан и Ньёп. Я уже жду дорамы, которые ещё даже не объявили. Я жду всё. Я хочу жениться. Я знаю, тяжело встретить человека, которому я смог бы открыть даже свои самые неловкие стороны характера, но мне кажется, что вы достигнете такой стадии отношений, когда создадите семью. И это заставляет меня чувствовать зависть. Кажется, трудно встретить кого-то, кто всегда будет поддерживать меня. Я думаю, тут дело даже не в любви или браке. Просто мне кажется, словно у меня никогда не было того, с кем я мог бы поделиться своими истинными чувствами. Я хочу, но не могу. Я надеюсь, Ньёп найдёт себе такого человека, с которым сможет проводить хорошо время и открыться ему. Искренне надеюсь, что у него сейчас всё хорошо. Если вы смотрели такие дорамы, как Класс Лжи, Уборка со страстью, Сомнительная победа, Бунтарь Хон Гильдон, То вы могли наблюдать за актёром Гюн Саном. Он был всегда полненький. 17 февраля актёр выложил фотографию, На которой было заметно, что актёр скинул лишний вес. И оставил текст. Я привыкаю к камере без всяких фильтров. Мне нравится свет и ракурс. Пожалуйста, оставайтесь здоровыми, Поскольку дневная температура колеблется. Я очень рада, что у него получилось похудеть. И фотографироваться без кучи фильтров, Это действительно здорово. Мне всегда нравился этот актёр. Жду с нетерпением его на экране. Частенько в своей ленте я наблюдаю этого красивого парнейшу. И я думаю, где-то я его видела. Оказывается, он снимался в довольно популярной драме. Любовный сигнал. И милый дом. Обе драмы я не досмотрела, Поэтому долго не могла вспомнить. Я прочитала его интервью и немного удивилась, Как Сонг Кан стремится выглядеть хорошо в своей новой роли, А даром она минуточку будет оболеться, И ему придется сыграть болерона. Я недостаточно хорош, Но я изо всех сил старался обучиться ему как можно быстрее, Чтобы выходить более естественным. Я одновременно занимался пилатесом, С мыслью, что это мне поможет. Это действительно сложно. Было много упражнений, Которые получаются только тогда, Когда ты отточишь свой навык, Занимаясь каждый день. Я подготовился преуспеть в балетных постановках, Вместо того, чтобы освоить более высокоуровневые движения. Я сосредоточился на том, Как контролировать свой взгляд, И сделать отличную линию тела. Что ж, фотки впечатляют, И он очень хорошо выглядит. Дарама, кстати, уже выходит, И я собираюсь ее смотреть. Вы со мной? Залипать на Сонг Кана? А? На данный момент я пересматриваю Забавную дараму Красавица Гон Шим, И там снимается в главной роли Нам Гун Мин. Обожаю этого актера, Очень впечатлил, Сыграв отрицательного героя в дараме Помнить война с сыном. И когда я прочитала кусочек интервью, Где он говорил о том, Как сложно сыграть злодея, Я решила этим с вами поделиться. Это должно выглядеть реально, Но сильно ударить нельзя. Ваш партнер может получить травму. Я знаю, что должен это сделать, Но это инстинкт. Неохотно. Когда я снимался в дараме Помнить война с сыном, Мне приходилось наступать на кого-то, Но я не мог заставить себя сделать больше, Чем просто слегка прикоснуться к нему кончиком ноги. Режиссер в итоге не использовал полный кадр. Игра злодеев может затрудить Поддержание баланса личных отношений между актерами. Когда я выхожу на сцену, До того момента, Пока режиссер не кричит убрать, Я вообще не думаю о себе, Как о нам Гун Мине. Он сказал, что раньше держался за эти темные чувства, Но теперь снимает стресс, Смотря фильмы, которые ему нравятся, И пьет пивко. А вот тогда он себя чувствует действительно счастливым. Также меня очень умилило, Что он признался в том, Что кроме актерского мастерства, Больше ничего не умеет. Даже рамен у него получается невкусным, При точном выполнении инструкции. Боже, это так мило. А помните, он играл крутого шеф-повара В «Она видит запахи»? После этого я просто теперь ору. Такой крутой весь повар. Готовит вкусняшку, На самом деле, Не может рамен приготовить. Честно говоря, Максимально была расстроена, Когда это все прочитала. 9 февраля актер Чон Иль У, Появился в эфире нового шоу, На МБС. И рассказал, Что у него частичная потеря памяти, После автомобильной аварии, Которая произошла несколько лет назад. Он признался, Что сделал 70 тысяч фотографий, За последние 10 лет, Из-за своей частичной амнезии. В прошлом я попал в автомобильную аварию, Поэтому страдаю частичной потерей памяти. У меня около 70 тысяч фотографий, На моем телефоне. Я пытаюсь вспомнить события, Через фото. Актер сказал, Что после аварии, Он часто забывает, Где должен встретиться, Со своими друзьями. Или, например, Знать человека, Но не может вспомнить, Где они встретились. Он также рассказал, Что страдал депрессией, После того, Как несколько лет назад, Ему поставили диагноз, Церебральная аневризма, Которая может в любой момент, Вызвать кровоизлияние в мозг. Во время съемок, Золотой радуги, У меня были ужасные мигрени. У меня обнаружили, Аневризму головного мозга. Если мой кровеносный сосуд лопнет, Я умру. Я не знаю, Когда это может случиться, Сказал Иль У. По словам актера, Почти месяц он никого не видел, Оставаясь дома, После того, Как узнал о своем состоянии здоровья. После этого, Я решил совершить паломничество, В Сантьяго, Столицу Чили. Благодаря этому опыту, Я преодолел свое беспокойство. Я почувствовал, Что стал здоровее, И научился, Наслаждаться настоящим моментом. Даже не представляя, Как это страшно, Он большой молодец, Что смог найти в себе силу, И начать путешествовать, Чтобы хоть как-то отвлечься. Просто молодец. Давайте пожелаем ему, Как можно дольше быть здоровым, И наслаждаться жизнью. На этом все. Напоминаю, Что если тебе понравился этот ролик, Пожалуйста, Поставь лайк, И подписывайся на этот канал. Ну и поделись со своей садарамщицей, Что ли, Этим роликом, А? А также в комментариях, Напиши факт, Который ты не знал, И который тебя удивил. Спасибо за просмотр, Тут мои соцсети, Заглядывайте в описание, Увидимся совсем скоро, На этом канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok